История отчасти детективная, необычную находку. Впрочем, для этого места в Бийском районе она и не столь необычно обнаружил местный житель. С металлодетектором и штыковой лопатой он отправился в место археологического наследия «Камешок-1». Случайно наткнулся вот на такое скопление наконечников стрелок. При этом, не обратившись ни в полицию, ни в Алтайохранкультуру, он решил ими воспользоваться и раздать жителям села, оставить часть наконечников себе. О находке специалисты все равно узнали. По итогу черный копатель был осужден на более чем полтора года условно, а часть из найденного им оказалась утеряна или просто сломана. Остальное, а именно 20 наконечников стрел, будут после исследования храниться в Краевическом музее. Накануне артефакты были переданы сюда сотрудникам Министерства культуры России. «Такой наконечник, который мы сейчас держим, он вообще уникален, поскольку он с одной стороны имеет шип, и кроме всего прочего, такой двойной. И такие наконечники очень редко встречаются, и возникает даже такая мысль, что вполне возможно этот наконечник какой-то ритуальный. То есть он предназначен не для оснащения боевого лука и использования в бою, а для каких-то ритуальных целей, может быть даже для ритуального убийства, который тоже в этот период времени достаточно обычная вещь». Теперь археологам музея и классическому университету предстоит исследовать найденные артефакты. Их изучат, опишут и отрисуют, а уже позже они будут храниться в фондах музея. Сотрудники шутят, что впору организовывать здесь выставку из предметов, которые периодически находят черные копатели. К большому сожалению настоящих археологов происходит это довольно часто. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.